Девушки отдыхают 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 Возволяющие лыжам скользить по неровному снегу и льду. Из-за скрытых под снегом камней передняя часть лыж пострадала больше всего. Именно поэтому их нижнюю поверхность защищают тефлоновым покрытием. За восстановлением тефлонового покрытия последует модификация шасси. Прикрепленная лыжа движется вверх-вниз вне зависимости от колеса, что позволяет самолету приземляться как на лыжи, на неровный снег, так и на колеса, на расчищенную полосу. Из-за начавшегося таяния льда мастерам Буффало придется спешить. И если тефлоновое покрытие – это относительная новинка для 50-летних лыж, то все остальное скорее напоминает воссоздание истории. Мы сто лет не занимались ремонтом лыж. Никто уже и не помнит, как это. Я нашел их под… И, вероятно, их и не видел. Да видел. Просто не знал, что это такое. Понимаешь? Да. По решению Джо самолетом будут управлять старший пилот Арни Шрейдер и пилот Эйджей Де Коуст. Тефлон немного скользит. Для Эйджея – лыжный DC-3 в новинку. Зато Арни летал на них еще до рождения своего помощника. Это особый навык, которому нужно учиться у опытных летчиков, знающих, чего ожидать на озере, и как анализировать погодные условия. На мой взгляд, лыжи – самые опасные из приспособлений самолета. Их надо тщательно осматривать перед каждым полетом. Любая твердая поверхность может нанести серьезный урон. Я не видел их 10 лет, так что мне надо на них взглянуть. В свое время самолеты на полозьях были жизненно важным транспортом в Северной Канаде. С 30-х годов 20-го века отдаленные деревни и шахтерские поселки полностью зависели от приземляющихся на замерзших озерах самолетов с продовольствием. Я не помню, когда мы в последний раз пользовались лыжами тут на севере. Но когда-то здесь не было аэропорта, и мы везде летали на таких самолетах. Каждый божий день, с осени до самой весны. В свое время Джо учился летать именно на таких самолетах. На протяжении многих лет я регулярно летал с лыжами. Это были мои первые самолеты, так что я умею с ними обращаться. Немногие пилоты сажали полностью загруженный 12-тонный DC-3 на лыжах. Джо и Арни делали это много лет назад. И чтобы опередить оттепель, Джо должен разобраться с механикой за выходные. Я весь день пытался понять, каков план. Но когда пришло время собирать людей, решение Джо выводит из себя его сына Рода. Ты не удосужился узнать у мастеров, когда они смогут подготовить самолет. Ты скажи, когда. Ты уже поручил это двоим. Мастера бы до июня возились. Род считает такой небольшой контракт нерентабельным. Лед тает. Полозья 10 лет не использовали. Думай, нестандартно. Да я бы вообще не стал связываться с таким заказом. Ты мне 10 лет об этом твердишь. И вдруг мы вылетаем в воскресенье. Знаю, я виноват. Уж точно не я. Никто не виноват. Я понятия не имею, что происходит. Просветишь? Вот так и работаем в Буффало Эйрвейс. Выяснение отношений, потом примирение, и затем все в порядке. Одна лыжа есть. Из-за таяния льда Джо оказался в затруднительном положении. Однако возникли еще большие проблемы. Боюсь, это последний большой заказ на доставку по долине. Буффало может лишиться важного долгосрочного контракта на доставку продуктов и почты. Четыре отдаленные деревни в долине Маккензи. Канадское правительство на протяжении 20 лет субсидировало эти перелеты, не только обеспечивающие деревни продовольствием, но и поддерживающие Буффало на плаву в зимние месяцы. Мы совершаем пять, а иногда и восемь поставок в неделю. Если бы не этот контракт, мы бы тут никому и нужны не были. Да и не только мы. Многие рабочие места оказались под угрозой, и сотрудникам Буффало не терпится узнать, продлят ли контракт или перезаключат его с конкурентами. Если мы потеряем этот контракт, полеты в долину прекратятся. Не будет их, не будет и всего остального. И в итоге останутся только эти мелочи и Федекс. Вот и все. Келли, одна из первых, станет безработной. Новости прекращения этого контракта вряд ли ее обрадуют. Она ведь останется без работы. Возникнет столько проблем, даже не знаю. Проведя за работой целые выходные, мастера Буффало сумели установить лыжи на DC-3. Мы заменили нижние части, внутренние оси, проверили внутренние желоба и устранили прочие неисправности. В том числе поправили направляющие. Плюс установили защитные пластины. Ну и собрали все перед установкой на самолет. Лыжи утяжеляют шасси на 550 килограммов. В результате чего управлять DC-3 становится сложнее. Не говоря уже о том, что само приземление на замерзшее озеро очень рискованно. Снег на пустоши бывает таким же твердым, как камни. Только представьте, как достанется самолету, если он подпрыгнет на таких сугробах при посадке. Перед полетом конструкция должна пройти испытание. Я хочу сделать кружок тут и в бэкбэй и вернуться. Так, для уверенности. Джо и Арни хотят проверить не только, как функционируют лыжи, но и как скользят по снегу. Однако нужно торопиться. Температура воздуха все выше нуля, и лед тает буквально на глазах. Мы должны выполнить работу и улететь до того, как лед станет совсем тонким. Ясно? Да. Итак, последний штрих. И самолет готов к испытательному полету. Впечатляющее зрелище. Это поразительно, поверьте. Наши самолеты уже давно не удивляют меня, но 10-3 на лыжах — это нечто. Джо радуется, как ребенок новому велосипеду. Хочется сделать еще кружок. И хотя зимой на севере небольшие самолеты до сих пор используют лыжи, центр — это Абуфала 169. Ни один из них не сравнится с огромным 9-тонным DC-3. Скоро Джо и Арни узнают результаты испытания. Аэропорт Yellowknife Впервые за 10 лет один из самолетов Buffalo Airways, старый DC-3, был оборудован лыжами для посадки на замерзшее озеро. Это не только привело к утяжелению шасси на 550 килограммов, но и увеличило лобовое сопротивление, особенно на взлете. Самолетом на полозьях управляют, опираясь на ощущения, а не на показатели. Это вам не картинку по цифрам нарисовать. Все надо прочувствовать. Джо и Арни совершают пробную посадку в Бэк-Бэй всего в нескольких минутах от аэропорта Yellowknife. Поднявшись в воздух, самолет до поднятия шасси должен развить скорость в 170 километров в час. Поднимай лыжи. Благодаря специальной конструкции задней части лыж, они удерживаются параллельно фюзеляжу, что предотвращает удары, расположенные под двигателями маслопроводы. Лыжи подняты. Бывалые летчики вновь проверяют на стойкость самолет на полозье. У нас обоих большой опыт подобных полетов. Здорово полетать вместе. Это правда было чудесно. Однако восторги на этом заканчиваются. Через несколько минут старые лыжи и мастерство бывалых пилотов подвергнутся настоящему испытанию. Мы, как два старика, тестирующие новый болид. Хотели посмотреть, на что способен самолет и на что годно мы сами? Обычно самолет Буффало приземляется на шасси, на расчищенные полосы. А подобная посадка на лыжах на засниженную поверхность замерзшего озера требует особого мастерства. Поэтому до начала операции Джо хочет убедиться в том, что все работает как надо. Подлетая к Бэк-Бэй, они выпускают лыжи. Моя лыжа готова. Кажется, все в порядке. Но малейший промах, допущенный при сборке, станет причиной жесткой посадки. И самолет может потерять управление. Лед все ближе. Настал момент истины. Джо и армия сильно тряхнула при посадке. Однако старые лыжи выдержали испытания. Теперь я лыжник. Нужно поместить груз в хвосте во избежание крена на нос. Пробный полет прошел на ура. Но в отличие от спрессованного снегоходами снега Бэк-Бэй, на озере Догфейс их ожидают настоящие сугробы. Есть много причин, по которым мы не сможем приземлиться. Сугробы, слишком твердый или мягкий лед и так далее. Посадить полностью загруженный 11-тонный DC-3 на озеро Догфейс будет совсем непросто. Чуть позже Арни и Эйджей начинают прокладывать маршрут. Это здесь. Там не больше 200 метров. Все зависит от толщины льда. В этом году было тепло. Вряд ли лед толстый. По просверленным во льду скважинам понятно, что посадочная площадка продолжает таять. Льда мало. Вот замеры. Тут по 71 сантиметру. А тут 58 сантиметров. Немного. Да, меньше 60 сантиметров. Да, лыжи точно необходимы. Вдруг колесо проломит лед. А лыжи обеспечат самолету площадь опоры. Ага. Это минимальная толщина льда. Хотелось бы, чтобы там было не меньше 76 сантиметров. Для каждой 450 килограммов веса самолета должно приходиться 2,5 сантиметра льда. Значит, для самолета весом в 11 тонн нужен лед толщиной не менее 64 сантиметров. Желательно больше. Нам нужно торопиться. Даже если толщина льда уменьшится на 2 сантиметра, посадка станет слишком рискованной. Однако сейчас Арния занимает более насущные проблемы, чем таяние льда. Последний год выдался непростым для всей семьи старшего пилота. Выяснилось, что его 15-летняя дочь Кейтлин больна раком. И скоро из-за химиотерапии у нее выпадут волосы. Ты же не возьмешь с меня за это 30 баксов? Как-то вечером Арни пригласил друзей, чтобы необычным образом поддержать Кейтлин. Бог мой, Арния! Я же говорил про шишки и шрамы. Все приглашенные постриглись на лысо. Я готова. Стой! Шучок! Кейли и Арни – близкие друзья. Она чувствует себя членом семьи. Я тебя люблю. Красавица! Готова? Когда очередь дошла до Кейтлин, все уже выглядели одинаково. Это действительно ее развеселило. Кейтлин, ты прекрасна! Обними меня. Это был один из самых ярких дней в моей жизни. Я никогда его не забуду. Это было здорово. Бритоголовая команда! Мы смогли ее развеселить. Вот твой хвост, моя дорогая. Мы все лысые. Господи, ужас какой! О, мой бог! Тебе идет! Привет! Привет! Буффало для меня, как большая семья, огромная. Именно это меня и держит. Странно, правда? Надо потрогать. Что, колется? Иногда работа не клеится. Но люди тут чудесные. Как-то прохладно. Впрочем, теплые чувства Кейли по отношению к некоторым из коллег скоро изменятся. Начальник отдела эксплуатации Майк Хендли и Роб МакБрайан приехали в грузовой терминал, чтобы разобраться с учетом рабочего времени сотрудников. Оказывается, некоторые, в том числе Кейли, неправильно отмечали время, начало и окончание рабочего дня. Нужно отбивать карточку при входе и выходе, а не записывать вручную. Что все это значит? Привет, Род. Кто-то следит за учетом рабочего времени? Грег или кто-то другой? Это моя обязанность. Грег меня назначил. Ясно. С тобой потом поговорим. Договорились. Род с Майком возвращаются в офис, чтобы обсудить ситуацию. Возможно, придется сделать серьезный шаг и нанять нового руководителя, способного привести все в порядок и оптимизировать работу. они намекали на то, что нашему отделу нужен руководитель. Но это вроде бы я. Даже и не знаю, что думать. Кейли, и без того беспокоиться о своем рабочем месте из-за контракта. А тут еще и это. Ищите нового менеджера. Буффало 409 вызывает аэропорт Хэй-Ривер. Посадка через пять минут. Самолет DC-3 Буффало Эйрвейс скоро совершит посадку в Хэй-Ривер для погрузки стройматериалов. После чего он отправится к находящемуся на берегу отдаленного озера комплексу. Выпускай шасси. За штурвалами Арни Шрейдер и Эй-Джей Де Коуст. Лыжи подняты и не мешают вращению колес. Для предотвращения изнашивания лыж от соприкосновения с бетоном, их задние концы армированы. У него тут много всего. Это тоже грузить? Несите фанеру. Компания, управляющая сгоревшим комплексом, собирается перестроить его к лету и ждет стройматериалы. Для первого рейса достаточно. 1,800, 2,300, почти 3 тонны. Черт, 3 тонны, Джимми. Во время последних замеров толщина льда на озере Докфейс составляла от 58 до 71 сантиметра. Мы с грузом. Нагруженный самолет весит больше 12 тысяч. 1,5 тонн, что является максимальным весом для льда такой толщины. На каждые 450 килограммов веса нужно 2,5 сантиметра льда. Поскольку лыжи весят 550 килограммов, масса груза не должна превышать 2 тонн 300 килограммов. Он выдержит. Это же разрешенный вес. Мы стараемся сделать полет максимально безопасным. Первый рейс. Ну, вперед. Эй, Ривер, Боффало 409 начинает движение. Рещащий по швам от тяжести груза DC-3 поднимается в воздух. Полет до озера Догфейс, расположенного в 200 километрах к западу от Хэй-Ривера, занимает 50 минут. Приближаясь к пункту назначения, Арни и Джей начинают планировать посадку. Возможно, придется садиться так. Может, у него внизу все размечено? Да. Слой льда на озере Догфейс гораздо тоньше, чем на Бэк-Бэй. К тому же, поверхность озера не такая ровная. Сколько? 51. Всего 51 сантиметр. Плохо дело. Исследуя озеро, мы изучаем размеры и местонахождение сугробов и ищем любые признаки затопления. Нам повезло, что мы знали характеристики снежного покрытия озера. Внизу 20 сантиметров зернистого снега, сверху 5 сантиметров на 100. Арни направляет тяжелый DC-3 к той части озера, где меньше сугробов и толще лед. По крайней мере, по данным двухдневной давности. 12-тонный самолет приземляется на 60-ти сантиметровый слой льда. Лед и лыжи выдержали. После посадки я чувствовал, как маленькие сугробы замедляют ход самолета, не давая ему скользить вперед. За исключением этого все прошло довольно мягко. Слава Богу, обошлось. Несмотря на то, что Эй-Джей постоянно летает на DC-3, эта посадка произвела на него большое впечатление. Это здорово, просто нечто. Совсем не так, как я представлял. Теперь нужно скорее разгрузить самолет, чтобы успеть вернуться в Хэй-Ривер и доставить вторую партию груза до темноты. Работники комплекса начинают перевозить стройматериалы к стройплощадке на берегу, а DC-3 отправляется за новым грузом. Yellowknife северо-западной территории. Тем временем в Yellowknife род Мага Брайан подкрашивает один из самолетов Буффало, Кертис Си-46 «Команда». Со времен Второй мировой войны, когда он перевозил грузы над Гималаями, в какие только цвета не был выкрашен этот 60-летний самолет. Мы сменили законцовку, поэтому теперь ее нужно перекрасить, чтобы она не отличалась по цвету. Со внешним видом таких старых самолетов нужно постоянно следить. Налетные качества это не влияет, но создает хорошее впечатление. Будучи главой отдела обслуживания, Род должен следить за цветовой гаммой Буффало. Зеленый цвет Буффало фирменный. Когда мы заказываем зеленый цвет Буффало, наш поставщик даже не спрашивает номер. Немного краски и все довольны. Самолет как новенький. Несмотря на успехи в делах, семейная жизнь Рода далеко не спокойная. Я не знаю, куда положить эти вещи и вообще, что это такое. Род и Саша женаты уже три года и теперь ждут своего первенца. Ложи медвежонка в детскую кроватку. Я разбираюсь лишь в том, чем занимаюсь всю жизнь. А теперь надо вникать в нужды других. Мы с ним несколько растеряны. Даже не знаю, что будем делать, когда появится ребенок. Маленький Макбрайан посмотрит на нас и подумает, вы что, сдурили все? А может и нет. Кто знает. А в Хей-Ривер грузи! Арни и его команда отстают от графика. Нужно торопиться. Нужно успеть доставить вторую часть груза и разгрузить самолет, пока не станет слишком темно и опасно взлетать. Мы не имеем права взлетать в темное время суток с неосвещаемой территорией. Погрузка затягивается и Арни нервничает все сильнее. Пора в путь. Шевелитесь. Взлетаем ровно в пять. Взлет. На этот раз за штурвалом Эй-Джей. Убрать заслонки. Добавить тяги. Взлетаем. Убрать шасси. Я рад, что получил возможность управлять самолетом. Хотелось впечатлить Арни, поэтому я волновался. Но он подсказывал мне в нужный момент. На скорости более 150 хвост поднимется быстрее. Пилоты пытаются обогнать солнце. Если Эй-Джей и Арни не успеют разгрузиться и взлететь до темноты, им придется ночевать на тающем льду озера Догфейс. Пилот Буффало Эйрвейс Эй-Джей Де Коуст готовится совершить свою первую в жизни посадку на лыжах под руководством старшего пилота Арни Шрейдера. Если будут большие сугробы, лыжи нужно направить вдоль. В противном случае сильно потрясет. Но тут в голове у Эй-Джея рождается план. Я постараюсь приземлиться на следы, оставленные Арни. Я остановлюсь недалеко от места разгрузки, чтобы нам не пришлось долго ездить по озеру. Лыжи опускаются. Сгляну, как там дела. Моя лыжа в порядке. Моя тоже. Теперь все зависит от того, как Эй-Джей справится с дополнительным весом лыж во время снижения. Из-за лыж центр тяжести самолета немного смещен в переднюю часть. Поэтому самолет может сильно накорениться вперед. Скорость 100. Остался один закрылок. Позволь мне. Уже 95. Не слишком. Вот так. Вот и закрылки. Тяни на себя. А теперь входи в колею. И продолжай руление до того места предполагаемой остановки. DC-3 мчится сквозь снег, налетая на кочки. Тут нужны силы. Все в порядке. Выключай. При посадке на неровную поверхность, на шасси и на лыжи идет большая нагрузка. Но все обошлось и ничего не сломалось. Мне не удалось посадить самолет так же мягко, как Аккарни, но все равно это было хорошее безопасное приземление. Теперь главное улететь до наступления темноты, а значит, нужно быстро разгрузить самолет. Надо потрудиться. Нужна фанера. Парни, сбегайте за фанерой. Разгрузить самолет непросто. Чтобы вытащить из самолета экскаватор, надо построить пандус. Вот так, побольше гвоздей. Интересно, управимся до темноты? С приближением сумели Арни начинает терять терпение. Меньше всего ему хочется застрять на ночь на тающем озере. Скорее, вбивайте гвозди, чтобы мы могли его выкатить. Придерживай, Джим. Наконец, разгрузка завершена. Ура! Времени на взлет почти не остается. Взлет с неосвещаемой площадки в темноте запрещен. Необходимо взлететь до наступления темноты. Взлетать надо быстро, только не переусердствуй, а то завалимся на нос. Ясно. Для начала оторви хвост от снега, ладно? Понял. Рычаги твои. Я в стороне, так что не слишком налегай. Оставь так и держи. В тусклом свете Эй-Джей разгоняет самолет по неровной поверхности. Он будто заново учится летать. Уже 80. Осторожней, иначе хвост снова окажется на снегу. Осторожно. Молодец. Если Эй-Джей не дожмет рычаг, хвост окажется в снегу. А если пережмет, самолет завалится вперед. И самое сложное. Не врезаться в растущие по краям озера деревья. Сильнее разгоняйся. Хорошо, после 150 можешь набирать высоту. Поднявшись в воздух, мы буквально вздохнули с облегчением, оставляя озеро внизу. Летчикам удалось покинуть озеро Догфейс в последний момент. На следующее утро атмосфера в офисе Буффало была наколена. Ожидая решения о продлении важного госконтракта на доставку продовольствия и почты, Джо начал проверку всей работы компании, начиная с грузового терминала. Как Келли могла это сделать? Судя по карточке, она вчера не была на работе. Нужно во всем разобраться. Джо расспрашивает Рода и Майка Хедли о том, как Келли управляет своими работниками. Вот последний раз, когда она была на работе. Она якобы еще тут, забыла отметиться, уходя. Пришла в понедельник. Она пишет, что не ходила на обед и при этом не отмечается, уходя с работы. Я думаю, Джанель ждет до четырех и тогда отмечает, что Келли ушла. Она хорошо комплектует грузы, но плохо руководит отделом. Грузить товары на поезд и везти его разные вещи. Это не технический вопрос, но Джо просит Рода помочь Майке во всем разобраться. Трудовой дисциплиной в компании должны заниматься вы, а не я. Род и Майк пытаются поговорить с Хелли. Теоретически, человек может сказать, что он ушел с работы в полседьмого, хотя на самом деле он ушел в полшестого. Вряд ли глава компании доверяет этому отделу. Эту ситуацию следует изменить. «Да, я просто забуду. Значит, если не пробью карту, уходя с работы, не получу зарплату? Ясно, вопросов нет. Это касается не только тебя, Вики тоже вчера не отметилась. И ей не платить. Она все принимает на свой счет. Как и все мы, она хочет хорошо выполнить свою работу, но все принимает близко к сердцу и считает, что мы действуем только против нее». Неразбериха с рабочими часами вывела Келли из себя. «В результате все свелось к этим карточкам. Да, я забыл ее пробить. Так они раздули из этого целую проблему, заявив, что я не умею руководить людьми. Пусть ищут другого менеджера. Вперед, мне все равно». «Да, кажется, поиски уже идут». «Отлично!» «Скорее бы они ушли. Я хоть покурю спокойно». «Видимо, пора прощаться». Теперь Келли грозит увольнение даже в случае продления контракта на доставку продуктов и почты. Достало. Контракт Буффало на доставку продовольствия и почты в деревне Долина МакКинзи оказался под угрозой. И все сотрудники в напряжении. Келли делает судьбоносный звонок. «Привет, Грег, это Келли. Как дела? Серьезно? Значит, я осталась без работы? Как ты мог? Ну, мы получили контракт. Отлично! Лучше не бывает. Что ж, я все еще в деле. Отпраздную на выходных. Главное – прийти в себя к воскресенью. И хотя Келли чувствовала недовольство со стороны начальства, все забылось. Важный контракт продлен и в первую очередь благодаря Келли. «Видимо, нас признали лучшими в Канаде в области доставки продуктов на север. И все это во многом благодаря ей. Пока что работе Келли в Буффало ничего не угрожает. Последние 20 лет мы доставляем продовольствие и почту и продолжим этим заниматься и в следующем году. Хорошая девочка. Умничка. Поскольку вопрос с контрактом решен, Джо с Родом возвращаются к семейным делам. Сколько майки на нем намотал? Джо нашел старый снегоход Китти Кэт. Где твоя машина, сын? Вон там. В нашей семье эти снегоходы передаются по наследству. Так что теперь снегоход унаследует ребенок Рода. Здесь так принято. Мальчики и девочки с детства гоняют на снегоходах. Как только им позволяют самостоятельно гулять, они садятся на снегоходы. Сейчас трудно представить майки на такой штуке, но он начал на нем кататься еще в подгузниках. Именно в таких вещах, как самолеты на полозьях или младенцы на снегоходах, Джо видит суть жизни на севере. В Хэй-Ривер самолет DC-3 компании Буффало готовится к последнему полету на озеро Докфейс. Однако в экипаже замена. Вместо Эй-Джея Де Коуста в полет отправится 24-летний второй пилот Эндрю Вайк. Я и не думал, что мне представится шанс полетать на таком самолете. Это судьба, раз я оказался в нужное время в нужном месте. Кто-то должен придержать тот конец. Сейчас? Это такая редкость, что, видимо, Эндрю будет единственным вторым пилотом своего поколения, испытавшим это. Вроде все в порядке. Хорошо погрузились. И снова DC-3 загружен почти до предела. Вот это груз! Мне кажется, тут слишком много. Ладно, в путь. С каждой минутой лед на озере Докфейс становится все тоньше. Арни это тревожит. лед неуклонно тает, что вызывает беспокойство. Если начнет таять и снег, то через лед просочится вода и ускорит процесс. Я подниму его на 45. Ясно. Черт, хвост сильно перегружен. Отрывайся, хвост! О, получилось! Посадить самолет с перегруженной хвостовой частью будет непросто. Летчики начинают снижение к озеру. Опускай лыжи. Есть! Как только лыжи коснутся льда, убирай закрылки. Убрать закрылки. Готово. Вверх. Все время вверх. Во время рулиния по неровной поверхности озера Арни удалось удержать хвост самолета в воздухе. Теперь пилотам предстоит быстро разгрузить самолет, чтобы скорее покинуть тающий лед. Думаете, вы сможете довезти этот трактор до домиков? Он же утонет. Если может утонуть трактор, то что уж говорить о многотонном DC-3. Однако еще до взлета Арни кое о чем просят. Дело дрянь. Арни Шрейдер недоволен. Немыслимо. Арни хочет как можно скорее покинуть тающий лед. А заказчик просит их забрать то, что осталось от сгоревшего комплекса. Это сгоревший мусор. Господи. Дело не в весе. Эту ржавую рухлить можно было где-нибудь закопать или утопить. Таскать лом грязная работа. Арни не думал, что ему придется работать мусорщиком. Наш самолет превратился в помойку. Его терпение тает подобно льду, на котором стоит самолет. Передай мне вон то. Это на выброс. Мы не собираемся перевозить весь мусор и грязь. Это не так здорово, как всем кажется. Все в порядке. Достаточно того, что мне удалось полетать на самолете с лыжами. Остальное не важно. Я новичок, так что мне все равно. Я готов летать без оплаты. Только не говорите об этом, Джо. Покинув озеро Докфейс, Арни чувствует облегчение от того, что он больше не стоит на тающем льду. Лед выдержал, самолет не подвел и все довольны выполненной работой. А вот и бонус для Эндрю, снижая скорость до 130. Арни позволяет ему посадить самолет в Хэй-Ривер. Все работающие на Буффало ребята дети Арни. Он для них как отец, он их учитель. А мой отец это сумасшедший дядюшка, который вечно на всех кричит. Я не видел, чтобы кто-то взлетал с полуопущенным закрылком. Правда? Эти ребята приходят к нам из летной школы. Им все в новинку. Они садятся за штурвал этих старых самолетов, которые кажутся им монстрами. Держи его горизонтально. Ясно. Лыши увеличивают лобовое сопротивление и самолет движется медленнее, что непривычно для Эндрю. Боковой ветер сильный. К тому же ему приходится справляться с сильными порывами ветра на ВПП. Я отключу питание, чтобы посадить самолет. Сильный боковой ветер. Да, порывистый. И самая мягкая посадка. Но, Эндрю, мы приземлились и целы. Точно, это главное. Не думал, что мне когда-нибудь придется это делать. Через много лет я смогу сказать, что летал на DC-3 с лыжами. Арни и Эндрю выгрузят мусор с озера Догфейс в Хай-Ривер и отправятся в Йеллоу-Найв. Работа выполнена, хоть и по старинке. И возможно, что самолет Буффало больше никогда не взлетит с лыжами. Бизнес-решение не самое лучшее, но оно точно подняло настроение. Для молодого пилота Эндрю это едва ли не единственная в жизни такого рода возможность. Думаю, он самый молодой пилот, которому довелось управлять DC-3 на лыжах. А Арни и Джо удалось еще разок полетать на оснащенных лыжами DC-3. Вероятно, это был последний раз. Сейчас в этом нет уже никакой необходимости. Это уходящее в прошлое мастерство. Сейчас везде стоят взлетно-посадочные полосы, и скоро DC-3 на лыжах станет историей. Зато одну неделю в середине зимы мы занимались чем-то потрясающим. Следующая серия полярных летчиков. Джо теряет лицензию пилота. Я всегда этого боялся. И указывает на своих заместителей. Хоккейная лихорадка достигает Буффало Эйрвейс, а Майке приходит в восторг при виде самого ценного груза в его жизни. Кубка Стэнли. Программа подготовлена к показу компании SDI Media. Перевод Данила Михеева, текст читал Дмитрий Шандрон. Дмитрий Шандрон. В этой серии полярных летчиков. Для посадки на замерзшем озере Буффало оснащает 10-3 лыжами. Однако лед начинает таять на глазах. Господи! Келли и Арни изменяют свой внешний вид, а Джо и Рот спорят о том, как вести дела. Думай, нестандартно. Ты мне 10 лет об этом твердишь. Полярные летчики. Держитесь, парни! Тише едешь, дальше будешь. Недалеко от ангара Буффало в Йеллоу-Найфе механик Джеймс Доджак откапывает авиационную реликвию. В Буффало не работа, а приключения. Лыжи для легендарного самолета Дуглас DC-3. Самолета, способного на все. Выпущенный в 1935 году DC-3 сделал популярными коммерческие авиаперевозки. Это первый пассажирский самолет, совершивший беспосадочный перелет Нью-Йорк-Чикаго. Оборудованный лыжами, он мог участвовать в экспедициях к Северному и Южному полюсам. В Буффало не управляли самолетом на лыжах лет 10. Завози внутрь, посмотрим, что с ними, когда снег стает. Но теперь президент компании Джо МакБрайан хочет очень быстро вернуть их в строй. Я бы на это посмотрел. Джо обещал доставить стройматериалы к расположенному у озера изолированному рыбацкому комплексу. К западу от нас есть сгоревший туристический комплекс. Хозяин хочет его восстановить, построив новое здание. И нам нужно доставить ему материалы. владелец хочет успеть до начала летнего сезона и приезда гостей, которые прибывают на гидросамолётах. Мы должны воздать туристам за их поддержку. DC-3 на лыжах единственный самолет, способный доставить несколько тонн стройматериалов и приземлиться на замёрзшее озеро. Однако неожиданное потепление смешало все карты. из-за таяния льда уже через пару дней приземляться на озеро будет слишком опасно. Нужно успеть на этой неделе. Если лёд тронется, всё пропало. Надо быстро поставить самолёт на лыжи. Легко сказать. После десяти лет под открытым небом лыжам необходим тщательный ремонт. Они совершенно непригодны. Тут трещина, вот тут. Глава ремонтного отдела Клифф Дайсон должен заменить тефлоновые щитки, позволяющие лыжам скользить по неровному снегу и льду. Из-за скрытых под снегом камней передняя часть лыж пострадала больше всего. Именно поэтому их нижнюю поверхность защищают тефлоновым покрытием. За восстановлением тефлонового покрытия последует модификация шасси. прикрепленная лыжа движется вверх-вниз вне зависимости от колеса, что позволяет самолету приземляться как на лыжи на неровный снег, так и на колеса на расчищенную полосу. Из-за начавшегося таяния льда мастерам Буффало придется спешить. И если тефлоновое покрытие это относительная новинка для 50-летних лыж, то все остальное скорее напоминает воссоздание истории. Мы сто лет не занимались ремонтом лыж. Никто уже не помнит как это. Я нашел их, и, вероятно, их и не видел. Да видел. Просто не знал, что это такое. Понимаешь? Да. По решению Джо, самолетом будут управлять старший пилот Арни Шрейдер и пилот Эй Джей Де Коуст. Тефлон немного скользит. Для Эй Джея лыжный DC-3 в новинку. Зато Арни летал на них еще до рождения своего помощника. Это особый навык, которым нужно учиться у опытных летчиков, знающих, чего ожидать на озере и как анализировать погодные условия. На мой взгляд, лыжи самые опасные из приспособлений самолета. Их надо тщательно осматривать перед каждым полетом. Любая твердая поверхность может нанести серьезный урон. Я не видел их 10 лет, так что мне надо на них взглянуть. В свое время самолеты на полозьях были жизненно важным транспортом в Северной Канаде. С 30-х годов 20-го века отдаленные деревни и шахтерские поселки полностью зависели от приземляющихся на замерзших озерах самолетов с продовольствием. Я не помню, когда мы последний раз пользовались лыжами тут на севере. Но когда-то здесь не было аэропорта, и мы везде летали на таких самолетах. Каждый божий день с осеней до самой весны. В свое время Джо учился летать именно на таких самолетах. На протяжении многих лет я регулярно летал с лыжами. Это были мои первые самолеты, так что я умею с ними обращаться. Немногие пилоты сажали полностью загруженный 12-тонный DC-3 на лыжах. Джо и Арни делали это много лет назад. И чтобы опередить оттепель, Джо должен разобраться с механикой за выходные. Я весь день пытался понять, каков план. Но когда пришло время собирать людей, решение Джо выводит из себя его сына Рода. И не удосужился узнать у мастеров, когда они смогут подготовить самолет. И скажи, когда. Ты уже поручил это двоим. Мастера бы до июня возились. Род считает такой небольшой контракт нерентабельным. Лед тает. Полозья 10 лет не использовали. Думай, нестандартно. Да я бы вообще не стал связываться с таким заказом. Ты мне 10 лет об этом твердишь. И вдруг мы вылетаем в воскресенье. Знаю, я виноват. Уж точно не я. Никто не виноват. Я понятия не имею, что происходит. Рассветишь? Вот так и работаем с Буффало Эйрвейс. Выяснение отношений, потом примирение, и затем все в порядке. Одна лыжа есть. Из-за таяния льда Джо оказался в затруднительном положении. Однако возникли еще большие проблемы. Боюсь, это последний большой заказ на доставку по долине. Буффало может лишиться важного долгосрочного контракта на доставку продуктов и почты. Четыре отдаленные деревни в долине Маккензи. Канадское правительство на протяжении 20 лет субсидировало эти перелеты, не только обеспечивающие деревни продовольствием, но и поддерживающие Буффало на плаву в зимние месяцы. Мы совершаем 5, а иногда и 8 поставок в неделю. Если бы не этот контракт, мы бы тут никому и нужны не были. Да и не только мы. Многие рабочие места оказались под угрозой и сотрудникам Буффало не терпится узнать, продлят ли контракт или перезаключат его с конкурентами. Если мы потеряем этот контракт, полеты в долину прекратятся. Не будет их, не будет и всего остального. И в итоге останутся только эти мелочи и Федекс. Вот и все. Или одна из первых станет безработной. Новости прекращения этого контракта вряд ли ее обрадует. Она ведь останется без работы. Возникнет столько проблем, даже не знаю. Проведя за работой целые выходные, мастера Буффало сумели установить лыжи на DC-3. Мы заменили нижние части, внутренние оси, проверили внутренние желоба и устранили прочие неисправности, в том числе поправили направляющие. Плюс установили защитные пластины. Ну и собрали все перед установкой на самолет. Лыжи утяжеляют шасси на 550 килограммов, в результате чего управлять DC-3 становится сложнее, не говоря уже о том, что само приземление на замерзшее озеро очень рискованно. Снег на пустоши бывает таким же твердым, как камни. Только представьте, как достанется самолету, если он подпрыгнет на таких сугробах при посадке. Перед полетом конструкция должна пройти испытание. Я хочу сделать кружок тут и в бэкбэй и вернуться. Так, для уверенности. Джо и Арни хотят проверить не только, как функционируют лыжи, но и как скользят по снегу. Однако нужно торопиться. Температура воздуха все выше нуля, и лед тает буквально на глазах. Мы должны выполнить работу и улететь до того, как лед станет совсем тонким. Ясно? Да. Итак, последний штрих. И самолет готов к испытательному полету. Впечатляющее зрелище. Это поразительно, поверьте. Наши самолеты уже давно не удивляют меня, но DC-3 на лыжах это нечто. Жо радуется, как ребенок новому велосипеду. Хочется сделать еще кружок. И хотя зимой на севере небольшие самолеты до сих пор используют лыжи, центр это Buffalo 169. Ни один из них не сравнится с огромным 9-тонным DC-3. Скоро Джо и Арни узнают результаты испытания. Аэропорт Yellowknife Впервые за 10 лет один из самолетов Buffalo Airways старый DC-3 был оборудован лыжами для посадки на замерзшее озеро. Это не только привело к утяжелению шасси на 550 килограммов, но и увеличило лобовое сопротивление, особенно на взлете. Самолетом на полозьях управляют опираясь на ощущения, а не на показатели. Это вам не картинку по цифрам нарисовать. Все надо прочувствовать. Джо и Арни совершают пробную посадку в Бэк-Бэй всего в нескольких минутах от аэропорта Yellowknife. Поднявшийся в воздух самолет до поднятия шасси должен развить скорость в 170 километров в час. Поднимай лыжи. Благодаря специальной конструкции задней части лыж они удерживаются параллельно фюзеляжу, что предотвращает удары, расположенные под двигателями маслопроводы. Лыжи подняты. Бывалые летчики вновь проверяют на стойкость самолет на полозе. У нас обоих большой опыт подобных полетов. Здорово полетать вместе. Это правда было чудесно. Однако восторги на этом заканчиваются. Через несколько минут старые лыжи и мастерство бывалых пилотов подвергнутся настоящему испытанию. Мы, как два старика, тестирующие новый болид. Хотели посмотреть, на что способен самолет и на что годным и сами? Обычно самолет Буффало приземляется на шасси, на расчищенные полосы. А подобная посадка на лыжах на засниженную поверхность замерзшего озера требует особого мастерства. Поэтому до начала операции Джо хочет убедиться в том, что все на...